всем привет это канал красного герцога и мы продолжаем проходить дополнение эхо и к игре аутер уайлдс прошлой серии мы по исследовали немножко плотину вот проскочив мимо нужного нам элемента в этот раз я надеюсь она с темной стороны подъехали вот и на этот раз вы должны успеть туда куда надо вот узнали да что корабль собирался покидать систему но как видели позапрошлой серии да или или это тоже было просто я уже подзабыл до прошлый живот предпочли обитатели его покинуть иным способом вот через такой своеобразный телепорт который мы тоже воспользовались оказались на родной планете вот этих вот существ которые узнав что ока из себя представляет опять же не хочу говорить что именно она из себя представляет вот так нам бы нам бы влево да тут лучше а вот если кто-то еще не смотрел оригинальную игру вот да очень ожесточились и стали какими-то злобными существами вот потому что ну я конечно не видел той чтобы на меня кто-то набросился но было очень похоже что меня на той планете кто-то просто убил а вот и мы туда несомненно еще отправимся обязательно но сначала я хочу закончить изучение вот этой вот конструкции и у нас здесь еще вот 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 здесь еще одно местечко которое надо бы исследовать и после чего уже отправляться собственно к полотене окончательно а там кстати вон что то есть туда тоже надо будет сходить то есть мы здесь не по быстрому не получится здесь был мост на моста больше нет видимо сгнил от времени и рухнул воду нам и туда зайдем обязательно так единственно сначала надо кроме моста тут черный есть а тут нихрик ой тут много чего здесь ничего нет а мне почему-то казалось что здесь что то есть но забавно мост сгнил все разрушилась а вот фонарики горят нет здесь ничего только пристань и подъем к мосту которому мы здесь пройти не сможем ну смысле воспользоваться которым мы здесь не сможем а значит надо перебираться на этот берег и если мне сейчас скажут что я смогу туда забраться только когда все затопит а скорее всего так и будет если не вообще верхом на волне надо бы это будет очень-очень не камильфо с другой стороны у нас все еще есть плотина которые надо да не ну здесь анрил весь анрил но и так высоко вода не поднимается тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо что-то включилась опять где-то что-то включилась займемся исследованием вот здесь вот я хотел вон туда пройти да нет здесь ничего не смывается здесь ничего не смывается здесь не вылезешь ладненько тогда плывем плоту блин надо ждать тогда получается или нет или нет погоди ждать не надо а там тоже не заберешься слушайте тут нигде не заберешь какая хитрая конструкция надо было в другой проход надо было в другой проход ночью попробуем где плот попробуем повторной заплыв устроить время пока вроде есть тихо-тихо-тихо давайте попробуем успеть хотя плотина уже конечно да дышит на ладан на ладан вот но мы все-таки попробуем успеть ой какая щель здоровая да наверное не успеем а вот будем выбирать правые рукава здесь надо в правый рукав не надо а то мы потратим время на подъем а вот теперь дальше до будем только только через правые проплывать то есть туда в деревню и дальше там правее и здесь он один а вот здесь дальше на премии направо говорю еще правей щуп так немножко левей и вот нормально нам бы ускориться но сейчас мы вот так вот сделаем вот поплыли бы раздеть просторы там в принципе кстати говоря тоже в общем-то прорыв плотина не должен влиять потому что высоко очень туда волна не дойдет не должна по крайней мере дайте каве и правее правее давай 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 вот 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 она здесь большой объем на и у нас обновлен журнальчик чудненько правда здесь может от эту конструкцию все снести деревянную да и возникнет проблема с пересечением с одного берега на другой но здесь на этом берегу вроде они там наверху что то есть здесь есть лифт конечно же непереводимая фраза тут все так достаточно мирненько а вот на их планете все достаточно стрёмненько так интересно да тут надо в общем то а понятно это третья башня да точно также работает или нужен все-таки агрегат все-таки похоже нужен или это подожди или это не та картина вот эта картина я не то чтобы собираюсь туда идти да она работает ну как минимум проход открывается ладно если что тогда туда сбегаем но пока посмотрим все остальное фонарики совершенно напрасно не стал брать если там где-то будет диафильму нам будет очень даже в тему давайте наверное все таки вижу ничего здесь ничего давайте все таки сначала сюда тихо не складывать не надо табуретка 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 нам тоже не надо здесь просто проход что ли ну да и очередные портреты осенька они тут куда-то спуск у вот очередной подожди а куда ты а вот и плотину сорвала такое ощущение что это какое-то другое место я не успел здесь дверь а вот зал ухты и здесь стекло мне тут стекло то есть я сюда не пройду заметьте там разрушение должны наноситься я их даже не слышу или они еще не дошло а просто не дошло вот она да и все мосты посносила зараза зараза с учетом того что я никуда так и не попал может конечно все таки допрыгну но хочу делать то принципе вариантов то никаких правильно они я допрыгнул молодец я молодец так а тут целое дерево уже выросла с тех пор как здесь последний раз ходили так 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 очень интересно ну не понятно что можно туда но давайте тогда сначала эту часть исследуем это да этот телепорт так лифт еще один очень интересно подожди вверх или вниз это мы успеется сначала надо здесь разобраться до конца а там тоже что ты а там лифт как раз езда на которым я поднялся тоже закрыт нет открыто весь открыто и весь а здесь закрыто но есть тут парочка диафильмов так давайте сразу рассмотрим еще может через нет ничего больше нет 22 до давайте посмотрим диафильма очень-очень жаль что мы не можем ничего почитать но это логично и в принципе знакомство с историей идет через вот эти вот самые диафильмы так тоже можно давайте уже интересно что что такого-то итак что-то про пламя как раз опять так это не в нашей системе прилетели или улетели судя по всему собираются улетать что-то смотрит смотреть собрались на виды своей планеты ностальгирует по дому понятно ну и как всегда все сгоревшие интересно почему вот эти куски я понимаю что конечно так для интриги да но почему они именно сгоревшие но и опять же да вот этот зал вот они с этими артефактами подходят встают в эту фигню закрывают глаза и умирают а в руках у них разгорается вот эта вот фигня не дышит все засыпают за засыпать подожди так это может этот не устройствуйте хотя непонятно как я тогда перенес я думаю может это этот просто устройство гибернации для дальнего полета почитаем потом борт-журнале так опять он из темноты выходит и опять с этой конструкции что-то делать будем на третью печать наливает это три печати значки вот эти вот сферы пересеченные хорошо так три печати окей здесь с этим разобрались здесь опять же закрыто там больше о артефакт есть чудесно что он есть но мне он сейчас не нужен я все еще не собираюсь на ту планету так здесь все да подожди а дверь вот это вот она а в стену сделано ну смысле вот в этот в каменная окей хорошечно так здесь вниз давай-ка наверное и сначала я попробую вот сюда сходить вот в это вот место чтобы успеть до конца всего здесь все осмотреть тихо-тихо-тихо-тихо-тихо здесь опять же закрыто ну вот зато открыто здесь есть дырки в полу здесь больше ничего и нет кроме дырек в полу здесь мы а вот эту дверь открыли могу запустить разведка там диафильм я в эту дырку не проваливаюсь это не очень хорошечно ну хорошо так а ха-ха-ха-ха-ха подожди как его вернуть правой зажать на сейчас мы его нет по идее открылась нет не успела вот теперь открылась отлично где-то там внизу открылась дверь где-то где-то вот здесь где же сюда а молодец я сообразил забираем диафильм сейчас тоже сходим посмотрим правильно я решил сначала сюда а типа устройство для сна что ли вообще просто в принципе да то есть устройство для сна там не каких-то конкретных если она даже в доме вот так вот стоит скорее всего так и есть типа дети что ли на маленькие окей а зачем мне сюда я смогу вот здесь пройти хорошо допустим х значит это устройство для сна ну тогда да идея с гибернацией кажется более логичной но непонятно зачем им эти устройства артефакты которые и главное почему я тогда перенес все если это артефакты для сна ну смысле если это кровать просто грубо говоря такие у них странные так ты сейчас посмотрим может чуть чуть яснее станет не факт это похоже здесь это часть этого устройства который к нам прилетел кораблик авария произошла до что-то выбросила или выстрелила то есть нам еще снаружи надо что-то сделать будет посмотреть да да одно из ошибка аварийная на ситуация но как где как это если считать от выхода правда непонятно какого именно выхода но раз два три раз и второе налево либо третье направо ладно ладно будем иметь ввиду окей теперь поехали вниз теперь поехали вниз то есть следующий свой прилет мы начнем с осмотра так сказать внешней обшивки конструкции ну поехали надеюсь ты меня не воду сейчас окунешь нет слава богу хорошо но слушайте а где да у нас заканчивается время но а я так и не нашел прохода с другой стороны кстати то есть то что вот с той стороны в дело на как бы в стену да здесь же все равно нет этого нет прохода у нас время закончилось но это все равно интересный момент я то думал здесь будет какое-то сквозное но здесь нет отдельное помещение этого вот все конструкции и отдельные помещения там ой да все мы здесь все смотрели и здесь нету и этой конструкции застрявшим он не поплывет а я не выплыву в одиночку без плота да я и с платом то не выплыву все солнышко взорвется сейчас и я конечно может и выплыву но на это потребуется слишком много времени я хотел посмотреть уровень воды уровень воды на той стороне но нет не успею кстати говоря интересный факт я тут тоже отметил деревья здесь выглядят да да и скалы тоже так как будто они в общем-то регулярно вот выдвигаются затоплению нет здесь уже не получится я практически на месте грибу все все ладненько так сейчас тогда будем читать борт журнал первым делом так начнулись давайте смотреть борт журнал что мы там на узнавали и насколько я правильно сделал выводы о том что мы собственно узнали скрытое ущелье я фильм дырка в корпусе дырка в корпусе да так то есть это все что мы исследовали это вот этот и мы его кстати исследовали поздно по полностью узкой тропой вдоль самого правого рукава реки на скалах по обеим берегам расположенные жилища диафильм на котором обитатели незнакомцы собираются вокруг странного зеленого огня никто и все ну это мы так же знали подожди а здесь мы что-то узнали про запечатанное хранилище да на слайдах где я магазин из скрытого ущелья видно что как вокруг страны ухранилище появляться цепи но это опять же ничего нового дыра в корпусе мне удалось найти скрытому щели диаболы магазин со слайдами на которых взрыв проделают дыру в корпусе незнакомца дыру кстати в корпусе значит скорее всего мы в нее и залететь сможем да это у нас да это у нас звездный грот звездный грот это не звездный грот так но получается здесь все да то есть на водоеме там осталось еще не исследовано это я знаю да а здесь а как же туда залезть ладно давайте тогда отправляемся искать дыру в корпусе вот посмотрим что тихо я чуть был не забыл посмотрим что она что нам даст это знание так мы подлетаем я пытаюсь сейчас к нему подлететь со стороны солнца да вот чтобы у нас здесь была свить освещенное место и получается подожди 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 сейчас мы попытаемся где нибудь как нибудь так сориентироваться кстати да скорость соотнесена получается вот здесь но здесь все в порядке да раз и два значит все таки на темной стороне вот здесь тихо 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 удаже ты вот он темная сторона здесь блин она совсем темные ни хрена не видно знаете что наверное я сделаю вот что во первых давай-ка зацепить рэкса отнесись развернись я сяду на корабле а то он не как-то смущает своими передвижениями вот вам сели вот и полечу в скафандре на поиске вот этого вот всего мне кажется так будет практичнее главное не улететь чертовы бабушки хотя с другой стороны тут ни хрена не видно как вот не искать то в темноте в этой как тут вообще можно что-то отыскать и что со мной происходит и почему меня болтает и и швыряет я ж не черта не вижу есть фонарь нет фонаря вообще похрен ну и здесь тоже нифига нету кстати вот вот она получается вторая часть вторая сфера и здесь ничего нет никакого взрыва опять же сама ситуация подсказывает что скорее всего все-таки это должна была быть лицевая часть ну потому что не нужно в этой темноте нереально что-то найти хотя слушайте как же я медленно тут лечу чисто теоретически чисто теоретически вот раз два три четыре пять много больше всякой разной грани так тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо можно просто попробовать посмотреть огни какие горят какие горят какие не горят тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо ну все равно здесь вроде все нормально хорошо давай зайдем с этой стороны еще раз посмотрим внимательней опять ты улетел падла ну порисовывайся вот он ты опять же нет три полосы вот они там было три полоски над проемом это вот здесь то есть все-таки с этой стороны тихо 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 что началось то нормально все было то есть где-то все-таки вот здесь вот она стоп 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 стужно нет 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 вот она вот она соотнесение скорости корабля ух кораблик наш пока живой чуть 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 не улетаем во первых давайте так повторить посмотрим что нам надо починить стоять зажимаем учету это тут еще было нет ну ладно тем не менее кстати я здесь могу ходить вот то есть вот на этом лепестке гравитация есть нет не туда а мне-то нужен не лепесток вот лишь твою в качель вот вот она тихо 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 вот она дырка вот она дырка наконец-то я нашел дырку в которой произошел взрыв и здесь у нас кстати да это тоже была такая вот комната во время я пришел это водопад а вот куда я пришел вот это что за место да 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 я выглядывал он с комнаты сверху оттуда в прошлый раз и вот мы здесь открыли дверь можем кстати пойти посмотреть там снесло все уже или нет что нет не снесло но скоро снесет там лифт и больше ничего здесь домик и тоже больше ничего и там только дверь которая открывается с той стороны ладно хорошо давайте изучать это место куда мы открыли проход снаружи что у нас здесь об а какая-то как капсулу для воспоминаний или что так закрыл глаза открыл глаза но уже дома на или нет фонарь вижу пустой кстати он же с фонарем ходил артефакт а это артефакт это не фонарь нет ты мне просто заново все покажешь сил вздремнул а когда проснулся у него огонь был этот фонаре нет все еще нет его можно сюда поставить ладненько диафильм и артефакт номер один на диафильм здесь смотреть по мне готовых это надо на ту сторону переходить то же самое будет они это здесь он с этой штукой опять же просто закрыл глаза да вот у него значит это дело включилась то есть блин прям хоть возвращайся на корабль почитать что все это значит блин я не могу или или артефакты где фильм опять же про замки а вот фонари и два этих артефакта блин блинский блин ничего не понятно больше здесь ничего нету да ну да ладно попробуем пойти посмотреть еще вот этот диафильм хотя без фонарика сейчас там будет конечно ой нет не туда пришел будет немножко тяжко но ничего так и здесь не туда я я заблудился в этих трех стенах нет еще не снесло ну думаю вот вот на так подожди а здесь а вот на стоп здесь открыто сейчас или я проглядел эту дверь как каким макаром давайте оставим пока посмотрим кино то что нам надо еще за этим бегать так подожди за этим бегать отсюда он никуда хотя нет ни лучшее место здесь за фонарем же еще бежать надо будет пока плотина на месте хорошо так сейчас по ходу это мы изучим еще место или это мне просто вот открывается то что я узнал методом тыка чуть раньше да про то что использовать эти артефакты как-то для переноса можно нет ну вообще на самом деле если так вот честно говорить пока все таки непонятно на кой черт они нужны именно артефакты такую они роли играют а собственно сейчас наверное расскажет фонарик зашли в какие-то двери вот это в это устройство оказывает он там сидит с этим фонарем вырубился очнулся и что теперь этот предмет а это кстати не тот этот и факт который у нас был дырка непонятно что делает данный артефакт на а вот теперь берет этот предмет и вырубился пламя загорелось и что пламя загорелось ну и что что они так фанатеют от этого пламени что она им не ясно но короче говоря два предмета не сработали а вот этот вот он сделал то что они хотели не понятно что именно они хотели то есть перенестись домой вообразить опять же надо читать борт журнал войне не сейчас бы спрыгнул так ладно давайте теперь пойдем в эту пещеру здесь кстати тоже что-то про пламя о прощай прощай а блин где у нас фото режим то нет давайте сделать снимок вот она тихо я смогу здесь просочиться смогу но не здесь на здесь я уже не смогу или смогу смогу по краешку офигенно ух ты офигенно а просто проход для вы издеваетесь не надо ребята не надо так надо мной просто проход нет вот здесь еще ай подожди стоп нет это уже 4 был бы была бы да это не башня с фонарями это очередное светилище ока уж не это музыка в этой главе она какая-то более тревожная в этой части и смущность в дупо ну короче дополнение чем в оригинальной игре опять этот прибор на котором неизвестно что надо выставить так еще еще этот фонарик и опять же куда-то путь а ну а вот собственно проход в том помещение ну да вот мы отсюда открыли хорошо что делает этот прибор и как узнать код борт журнал обновлен ну допустим это все таки ока помещение ну это это глупо было бы да больше здесь ничего больше здесь ничего ладно давайте тогда плывем вот туда плод под водой я его не достану может конечно просто нырнуть но а там он тоже да не выплывает ну тогда просто ныряем нет чуть не убился потоком об скалу фу так и ну и здесь собственно надо просто выброситься на берег вот на этот который кстати а нет это обломки я уже думал хотел сказать что он и и не затоплялся никогда как когда-то точнее не затоплялась потому что клейки лестнице на это просто обломки очень удобные правда обломки как раз для нас но все же просто обломки так это причал как же как же как же попасть в тот дом не узнать что было в нем а здесь наверное мы куда-то не могли зайти а теперь сможем снизу до заскочить но сейчас увидим нам сейчас увидим или нет но здесь я был по идее на фонарь здесь проекторный но ни одна аудиофильма не было нигде поблизости тихо-тихо-тихо-тихо нет криво не закрываться ну да вот отсюда я зашел это я все помню здесь я искал диафильмы но здесь ничего не было проблем и было в том чтобы проникнуть вот тихо вот зараза вот в этот дом которую теперь просто нету или вон в тот нет наверное вон в тот дом диафильм в этот тихо не падать за раз такая упал ладно вот он диафильм теперь мы можем его взять и посмотреть а в тот дом наверное нельзя вообще никак проникнуть там все заросло отлично фонарик даже нам тут любезно оставили работать все эти века и тысячелетия опять про хранилища и туда ока их родной мир огонь этот вот и собственно хранилище начало за сожжено ну-ка чё там непонятно чё все сожжено что ли шикарный диафильм тени 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 смотрят подходят ближе еще ближе да и вот они толпой стоят смотрят на эту фигню а закрывают и вот эти вот ну да как я говорил это в этом хранилище это вот этой фигни и есть и опускает его под воду что не видно отличный диафильм получился ну борт-журналу это хватило ладно допустим нет не сюда допустим теперь я хочу все-таки посмотреть он тот дом а потом тогда попробовать поднырнуть тихо еще не хватало опять убийц нет 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 ни туда ни туда на меня танцы пях не поднимешь нет дождя какие здесь залез ниже здесь где-то залез правильно а вот здесь да да выпендривался если времени конечно хватит а то времени я конечно потратил тучу на всякую гребедень а еще кстати вот эта дверь которая у нас так не открылась да а ну собственно да вот здесь я видел этот предмет который нет тут знаете ли нихрена не открылась а ведь там что то есть дождя вращать не нет 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 не надо музыка музыка заиграла там дверь есть налево на слева есть какая-то дверь слева есть какая-то дверь вот сюда ну про пар пар проникнуть туда нет никакой возможности надо кадете открыть тогда можно будет туда как-то попасть а кады я не знаю или взять их я тоже не знаю и как пропасть в эту вот юбку тоже непонятно можно конечно на плод поймать попробовать но что-то мне подсказывает что я его про ущу тихо нет не пропустил давай 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 греби здесь течение сильно хотят черт там с тобой попробуем допрыгать время не осталось совсем чуть-чуть но я должен попытаться вода здесь есть дыра вот она и мы опять же куда-то попали попали посмотреть на это хранилище да и здесь огонь горит но это чисто мы посмотрим да и увидим все это дело но что нам с этим делать непонятно совершенно кроме как пожарить маршмеллоу не успел ладненько ладненько сейчас мы тогда давайте наверное даже так сделаем мы сейчас перед концом серии метнемся к нашему кораблику да посмотрим борт журнал прочитаем все что там есть и соответственно от этого будем уже тогда плясать следующей серии то есть осталось ли у нас что-то здесь вот даем ну точнее она осталась мы видели да это запертая дверь здесь запертая дверь со стороны пробоины и если заходить и по идее это все на этой планете да то есть где коды взять я не знаю вот и что делать со всем остальным тоже пока непонятно то есть отправляться нужно все-таки на их планету это жуткое место просто жутко и там что-то делать заброшенный храм мифильмы утопленная конструкция и так скрытым ущелье разрушенная лаборатория с тремя комнатами для экспериментов до 2 комната сильно повреждена она и взорвалась вот почему не я не видел этого артефакта которые не похож не на фонарь нечто среднее между фонарем и вот этой хваталкой это он взорвался в нее можно попасть через дорог корпусе незнакомца мне попалась запись похожие на чьё-то воспоминания кто-то взял артефакты засунул и заснул перед зеленым огнем после этого видения исказилась но кажется внутри артефакта тоже загорелась пламя мне удалось найти где магазин со слайдами на котором показаны эксперименты с тремя разными артефактами похоже третий эксперимент усоверд уменьшался успехом да то есть нужно вот это вот хреновина перемещалка то есть она а без нее мы наверное скорее всего не переместимся заброшенный храм покинуты святилища отмечены знаком горящего диамагазина а знак горящего дима а вот что это такое туда можно попасть через ход который называет начинается скрытому щели наверху находится панель с помощью которой можно расставить символу вертикально да вот это я понимаю но ты бы мне сказал что это за символы утопленная конструкция большая металлическая конструкция висящая на цепях чтобы попасть внутрь надо заплыть нее снизу внутри конструкции находится запертое хранилище освещённое зеленым огнем где магазин со слайдами на которых странные хранилища окружает металлической конструкции погружает под воду почти все слайды обгорели поэтому их нельзя просмотреть и получилось найти странные хранилища скованной цепями да ну а чё она тогда запечатан но смысле знак вопроса чё стоит все да здесь нету рыжих отметок нету зеленых отметок мы все прочитали то есть мы получается действительно здесь открыли все а значит на следующей серии мы пойдем звездный грот и постараемся там сдохнуть не очень быстро на это чужак да ладненько такая вот получилось интересно серия собственно тут все серии интересные чем эта игра и прекрасно все в ней очень интересно на этом она все если вам понравилась эта серия ставьте лайк если не понравилось ставьте дизлайк оставляйте комментарии об игре об этом дополнение о моем прохождении моем канале подписывайтесь на который если вы еще не подписаны также подписывайтесь на группу вконтакте ссылочка есть в описании ну и не забывайте жать на колокольчик дабы не пропустить выход новых серий а у меня на этом на сегодня все всем спасибо и пока